Слава Богу! Алли-ду-я! Алли-ду-я! Утренняя молитва. 14 февраля 2018 года. Сегодня предпразднество Срединья Господнего. И я хочу начать с Божьего Слова, хочу начать с чтения. Всех приветствую, благоставляю, кто подключился, подключается во имя Господня, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому! Аминь! Вначале хочу прочесть из вот этих хвалитных псалмов, самый, наверное, известный, знаменитый 150-й псалом. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтере и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, Хвалить его на озвученных кимвалах Хвалить его на кимвалах громогласных Все дышащее дохвалит Господа Аллилуйя Слава Богу Друзья мои, братья и сестры, дамы и господа Хвалим Господа этим утром Восхваляем Его, как вот в этом псалме 150-м прочтенном Только что как раз было и сказано Все дышащее дохвалит Господа И мы знаем, что действительно восхваляем Господа мы живые Потому что Бог, автор жизни, создатель наш Благословен Господь Бог наш, Царь Небесный Благословен Ты, Спаситель наш и Господь Благословен Владыка наш Благословен Отец наш, Сущий на небесах Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова Творец неба и земли, Сущий, слава Тебе Саваоф, слава Из жизни мы дышим и мы восхваляем Господа Все дышащее дохвалит Господа Аллилуйя, аминь Это псалом был 150-й, прочтенном начале А сейчас хочу прочесть я из чтения Как раз на Сретене Господне Я сейчас в Киеве, в нашей Киевской архипископии Вот, и уже сейчас после этой утренней молитвы Еду туда вот на правый берег На выезд из города Там возле станции метро Будет уже машина ждать Вот, на Блаблакар Списался как раз С попутчиком, который вот вскоре выезжает Как раз Вот, я как раз успеваю После этой утренней молитвы Как раз туда Так Откуда мы прочтем? А, давайте как раз вот, собственно, по чтению Сегодняшнему Вот, сегодня вечером я, даст Бог, проповедую во Львове Еду сейчас во Львов С Киева Вот, я говорю по Блаблакар Это попутные машины И во Львове как раз буду читать тоже слово Вот, этот фрагмент Потому что сегодня вечером начинается праздник Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Вот, и Вот, это Сретение Господне Вот, кстати, в этом храме, которым буду проповедовать я Церковь, храм Христа Спасителя Церковь Воскресения Значит, это на Как же называется адрес Ну, я вчера говорил Так вот, там пастор Боечко Василий Михайлович Очень известный служитель христианский, уважаемый Мною очень любимый пастор Я сейчас почитаю А, Пекарская Пекарская 59 Адрес Адрес, да Миста Львив В улице Пекарская 59 Храм Христа Спасителя Вот, значит, в 18.00, в 6 часов вечером Сегодня там служение За которым буду проповедовать И Так что Буду читать как раз это слово Вот, которое здесь вот и У Луки записано О Сретине Господнем Вторая глава С 22 стиха Ну, легко запомнить начало, да Значит, 2-2-2-2 получается Вторая глава 22 стих Евангелие от Луки И дальше И написано А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву Принесли его Ну, Иисус, имеется ввиду, маленького Иешуа В Иерусалим, чтобы приставить пред Господа Как предписано в законе Господнем Чтобы всякий младенец Мужеского пола Разверзающего ложесна Был посвящен Господу И чтобы принести в жертву Пореченному в законе Господнем Две горлицы Или двух птенцов Голубиных Тогда был в Иерусалиме человек Именем Симеон Он был муж праведный И благочестивый Чающий утешение Израилева И Дух Святый был на нем Ему было предсказано Духом Святым Что он не увидит смерти Доколе не увидит Христа Господня И пришел он по вдохновению в храм И когда родители принесли младенца Иисуса Чтобы совершить над ним законный обряд Он взял его на руки Благословил Бога И сказал Ныне отпускаешь раба Твоего Владыка по слову Твоему с миром Ибо видели очи Мои спасение Твое Которое Ты уготовил пред лицом всех народов Свет к просвещению язычников И славу народа Твоего Израиля Иосиф же и матерь его Дивились сказанным о нем И благословил их Симеон И сказал Марии и матери его Се лежит сей нападение И на восстание многих в Израиле И в предмет пререканий И тебе самой Оружие пройдет душу Да откроется помышление многих сердец Тут была также Анна пророчица Дочь Фануилова от Калина Сирова Достигший глубокой старости Прожив с мужем от девства своего семь лет В два лет восьмидесяти четырех Которая не отходила от храма Постом и молитвой служа Богу день и ночь И она в то время подойдя Славила Господа И говорила о нем всем Ожидавшим избавления в Иерусалиме И когда они совершили все по закону Господню Возвратились в Галилею В город свой Назарет Младенец же возрастал и укреплялся духом Исполняясь при мудрости И благодать Божия была на нем Аминь Вот это чтение сегодняшнее Из как раз Евангелия от Луки Рассказывающая о Средине Господнем Сегодня напоминаю Сегодня у нас день 14 февраля Сегодня предпразднество То есть приготовление к празднику Средине Настраиваемся на этот праздник Сегодня мы молимся Готовимся к этому К этим размышлениям Приготовляемся Молитвам этим И тоже молимся и размышляем И знаете Есть одно слово Которое Которое Очень сильно Коснулось моего сердца И которым я с удовольствием делюсь И в наших церквях Реформаторской православной церкви Христа Спасителя И в собраниях Других конфессий Ди номинаций Вот Что когда Симеон Праведный взял Младенца Иешуа Маленький Иисус Был простым Ведь Маленьким Еврейским мальчиком Каких тысячи были Тогда Знаете ли Но Симеон Он духом Святым Был Вот В храме Не просто Пришел По обыкновению А именно в духе Это прекрасно Когда на собрание мы приходим Или вообще куда-то приходим Мы в духе именно Вот Когда вот Даже люди порой неверующие говорят И они в духе говорят Знаете Вот Когда Неважно себя чувствуют Как-то неправильно чувствуют себя Вот Но когда мы в духе Господнем В духе святом То это вообще прекрасно Значит Быть чудесом Когда Ты в духе То Сто процентов Быть чудесом Это верная примета Знаете ли Потому что Когда дух Божий В нас И с нами Когда дух Божий Мы вводимы Духом Божьим То Чудеса Они не замедлят Они Действительно Совершаются И много событий Удивительных Превращений Совершается Вот Я наверное громко говорю Здесь Слышимость хорошая такая Люди еще спят Еще Но Ничего Вот И Я значит Скажу следующее Что Иисуса Когда Симеон Благоставил То Он Сказал Среди прочего Что Иисус Его Миссия Как бы Да Быть Светом Просвещающим Все народы Светом Для всех народов И Славой народа Своего Израиля Вот эти Две Такие Ипостаси Что ли Две Важные Составляющие Его Жития Его служения Если Житие Иисуса Мы Земное И вообще Его Нынешнее Житие Посмотрим То мы Видим Что действительно Это так Действительно Слова Сказанные Симеоном По вдохновению От Духа Святого Они И действительно Исполнялись И исполняются И исполнятся Во всей своей полноте Исполнятся Потому что Сегодня Вот первая часть Пророчества Она Фактически Уже Исполнилась Потому что Сегодня на земле Трудно найти народ Который Так Или иначе Не был бы Просвещен Светом Слова Божьего Я не говорю Даже Про Украину Которая Насквозь Пронизана Христианством Словом Божьим В культуре народной Это очень сильно Отображается Я говорю Вообще Про все народы Нашей земли Так или иначе Даже самые отдаленные От Казалось бы Господа Народы И невежественные Все равно На сегодняшний день Имеют Проповедь Слова Божьего Имеют Проповедников Энтузиастов Миссионеров Этих Просветителей Первопроходцев Которые идут В тайгу Идут В бразильскую сельбу Идут В джунгли В пустыне И проповедуют Слово Божье На островах Я восхищаюсь Мужеством Миссионеров Благоставляю их Во имя Господня Во имя Иисуса Христа Да, кстати Я сейчас еду Во Львов И буду В гостях У епископа Кифа Епископ Кифа Он Да, он Львовянин Как говорится Да Значит Коренной житель Львова Да Но Он Просто Живет Этой миссии Уже не раз И в Африке И в Индонезии Проповедовал Слово Божье Будучи миссионером Несет Евангелие Христово Я восхищаюсь Такими людьми И благоставляю их Но каждый из нас Миссионер На своем месте Куда Бог нас призывает Будет Украина Будет Индонезия Где бы то ни было В Африке Или Европе Или Америка Или Австралия На любом континенте В любой стране мира Божье слово Оно сегодня звучит Слава Богу Даже там где Казалось бы И слово закрыто Проповедь Официально Все равно Я благодарю Бога За интернет Благодарю Бога За то Что сегодня Через Такую Всемирную паутину Для кого-то Эта паутина Вражеская В которой Греховная Будем так говорить Темная В которой Души запутываются Людские Увы Это так Человеку невозрожденному Все не на пользу Ему дай даже Самые великие Изобретения Ему все не на пользу Вот знаете ли Но благочестивому Все на пользу Любящим Господа Признанным по его Изволению Все садись Вот ко благу И для святых Это средство Для еще освящения Для нечестивых Это средство Совершать еще нечестие Для грешников Это еще Повод еще больше грешить А для святых Это повод еще больше освящаться Вот И для праведных Творить правду еще И значит Ну любого Мы возьмем Любую вещь Любое изобретение Любое достижение Человеческой мысли То что Бог нам дает На эту землю И вот Господь дал нам Сегодня жить В эпоху интернета И действительно Это особая милость Божья Я считаю Для нашего поколения Человечество Чрезвычайно распространено Ныне И благодаря интернету Господь Сегодня приходит В судьбу миллионов людей И вот даже Даже эта трансляция Один из Как раз Один из аспектов Вот этого Чуда божественного Наших дней Чуда Божественного интернета Слава Богу Благодарю Бога Всемогущего За это Вот И есть конечно Греховный интернет Есть безбожный интернет А есть божественный интернет Я в этом имею ввиду Это имею ввиду Вот и Пусть Для нас Действительно Вот эти Всемирные паутины Являются Евангельской сетью Которыми Вот действительно Спасаются души людские Приходит Евангелие Сегодня к Миллионам и миллионам Людей Поэтому Я говорю Что первая часть Пророчества Она фактически Исполнилась И исполняется Во всей полноте Вот на наших глазах Что Иисус Есть свет К просвещению Всех народов Нашей земли Да Слава Богу Но вторая часть Пророчества Она особенно Стала исполняться Вот наверное С конца 19 века Ну 5 столетий назад Она постепенно Начала исполняться Но с конца 19 века И начала 20 Она начала Активно Особенно Исполняться А в особенности После второй мировой Уже войны Вот 70 лет назад В мае Мы будем отмечать 70-летие Со дня Возрождения Еврейского государства Будем Бога благодарить Я за это Бога всегда благодарю Фактически Каждый день благодарю За Израиля Вот За то Что он совершил Бог совершил чудо Такое геополитическое Возрождение Еврейского государства И за столицу Еврейского Возрожденного государства Израиля За город Иерусалим Благодарю Бога Всемогущего Что в 20 Столетие 40-е и 60-е годы Стали Годами Десятилетиями Великих чудес Божественных Геополитических Бог совершает Чудеса Ведь не только В судьбах Отдельных Индивидуумов Отдельных Людей Но и В судьбах Целых народов И стран И континентов И планетарные чудеса Общепланетарные чудеса Бог совершает Слава Богу Вот так вот Дамы и господа И Господь Иисус Есть свет К просвещению Всех народов И Он есть Слава народа Своего Израиля Слава Богу Дамы и господа Братья и сестры Благоставляю Сегодня Иерусалим Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Благоставляю Сегодня Израиль Во имя Иисуса Христа Благоставляю Киев Львов Украину Всю И всю Нашу Истрадавшуюся Планету Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Благоставляю Всех вас Дорогие Братья и сестры Кто в сети Сейчас И Кто потом Будет смотреть Это видео Благоставляю Вас Во имя Господне Вот И И пою благословение священническое на вас. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Вся слава искупителя рода человеческого. Да, друзья, и по скриптум напоминаю, что номер телефона, кстати, он включен у меня, да, включен. Значит, я получаю смс-сообщение, но сейчас буду в дороге уже, уже буду сейчас выезжать уже, надо торопиться уже. Вот, и сразу после этой утренней молитвы еду по Блаблакар, напоминаю, что вот прошу ваших святых молитв о путешествии во Львов, сейчас и во Львове буду проповедовать Слово Божье. Вот, воскресенье буду в церкви Агапа, сегодня вечером в церкви, значит, воскресенье в храме Христа Спасителя на Пекарской, 59. В воскресенье на Стрийской, 202, значит, это церковь Агапа в 11.00, а сегодня в 6 часов вечера служение. Вот такое расписание. Но, а с епископом Кифой, я думаю, мы сделаем еще эфиры, какие-то мы сделаем такие включения и какие-то записи сделаем обязательно. Я очень люблю Кифу, очень люблю Ризников, очень люблю Львов и красота города, конечно, самая великая красота любого города, любого села, любого места, это живые души, возрожденные, любящие Господа, это соль земли и свет этому миру, слава Богу. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Да, и напоминаю номер, который вы тоже можете писать смс-сообщение, значит, потому что я его включаю нечасто, в основном во время эфиров, значит, вот, и также этот номер вы можете пополнять с любой точки Украины, не только, потому что благодаря интернету можно пополнять счет этого номера и так вот, и через интернет. Вот, и я имею возможность через новую пошту получать, обналичивать эти деньги и в дело служения Господу использовать их. И также по скриптам хочу, значит, еще, значит, в этом слове в завершении напомнить, что если вы в Киеве и вообще в Украине, и у вас есть возможность благоставить, во-первых, музыкальными инструментами, вот, всевозможными, там, баяны, аккордеоны, там, не знаю, скрипки, гитара, нужна гитара, нужна, кстати, особенно, значит, там, и какие-то другие инструменты музыкальные, вот, или вы не имеете музыкальных инструментов, но вы музыкант, и вы хотите найти себя именно как музыкант в христианстве, славить Бога на музыкальных инструментах, то обязательно со мной свяжитесь, напишите мне, хорошо, вот. И второе, если у вас есть, может, художник или вы занимались этим, у вас есть кисти, краски, холсты, значит, этюдники, мольберты, все, что связано с художественной мастерской, то тоже со мной свяжитесь, хорошо. Вот, планирую тоже встречу такую провести христиан-художников, я уже не раз уже проповедовал в таких собраниях, здесь вот на левом берегу, кстати, вот, встреча в здании церкви христианской надии. Да, пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Шурулев, предпразднество встретения Господа Бога и Спасного нашего Иисуса Христа, сегодня 14 февраля 2018 года, мир всем вам, люблю, обнимаю всех, благоставляю, шалом, мир всем. Аллилуйя.